МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На той самой счастливой минуте, когда Гордон Браун получил аудиенцию королевы, поручившему сформировать новое правительство, наверное, не было и дня, чтобы он не думал о том, что мог стать премьер-министром еще 10 лет назад. Но тогда он без боя уступил Тони Блееру, хотя именно Браун многие годы считался восходящей звездой либористов и очевидным кандидатом на пост главы правительства. Обычно говорят, что Тони Блэр ярче, как политик, что Гордону Брауну недостает обаяние, эмоциональной привлекательности, способности завоевывать сердца избирателей. Те, кто его хорошо знает, считают, что Гордону Брауну не хватило бойцовских качеств, решимости, готовности рискнуть и бросить все на чашу весов ради победы. Еще когда шла борьба за пост лидера партии, он отказался следовать совету своих помощников сражаться до конца. Он предпочел отступить и ждать своего часа. Это важнейшая черта его характера. Он безумно боится унижения и, если не уверен в победе, отступает, только бы избежать позора поражения. На публике или на телеэкране он холодно-непроницаем и застегнут на все пуговицы. В своем кругу он совсем другой, доброжелательный и заботливый. Он умеет хранить верность друзьям. Он настоящий глава клана, как это принято в его родной Шотландии. Недоброжелатели именуют его крестным отцом. Он умеет и дружить, и ненавидеть. Его врагам не позавидуешь. Однажды он сказал своему адвокату, «Не думаю, что я должен всех уничтожить, только моих врагов». В юности он мечтал стать профессиональным футболистом. Но однажды во время игры в регби у него помутилось в глаза. Не склонный жаловаться и вообще говорить о своих проблемах, он вовремя не обратился к врачу. Во время важного футбольного матча он отбил мяч головой, и ему показалось, что он ослеп. Врач диагностировал отслоение сетчатки обоих глаз. Из-за того, что он так поздно обратился к врачу, ему грозила полная потеря зрения. С мыслью о футболе пришлось распрощаться. Он перенес несколько операций. После первой ему пришлось пролежать полгода без движения в темной комнате. Врачи запретили читать. Это были полгода одиночества и страха. Совсем юным он мог ослепнуть и стать инвалидом. Эти полгода на больничной койке его сильно изменили. Гордон Браун решил, что отныне не позволит себе впустую растрачивать время. Правый глаз удалось спасти. Левый остался незрячим. Он говорил, что это вина врачей. Операция была неудачной. Они наделали массу ошибок. Хирург повторял, ну что ж, Гордон, попробуем еще разок. Это несчастье изменило выражение его лица. Гордон Браун плохо владеет лицевыми мускулами. Когда говорит, то делает странное движение языком. И даже когда премьер-министр Великобритании улыбается, его лицо остается непреклонным и суровым. Гордон Браун честен и умен. При этом капризен, скрытен и упрям. Браун лишен дара говорить так красиво, как его предшественник Тони Блеер. Трудиться с ним рука об руку нелегко. На службе он крайне требователен, никому не доверяет и вникает во все детали. В ситуации стресса Брауну нелегко сохранить хладнокровие. Ему не хватает силы воли, чтобы справиться с эмоциями. Он кричит и бронится, но решение принимает, выплеснув эмоции. Браун редко хорошо отзывается о других политиках, но болезненно реагирует на критику в свой адрес. Он не признается в своих ошибках, каются только слабые. И отвергает советы, которые противоречат его мнению. Он социалист по убеждениям. Недоброжелатели даже называют его сталинистом. Браун искренне верит в социальную справедливость. И на посту канцлера казначейства, то есть министра финансов, сделала многое не только для успешного развития британской экономики, но и для того, чтобы британцам жилось лучше. Гордон Браун сын пастора и не привык выражать свои чувства открыто. Наверное, это ему вредит. Он то ли подавляет свои эмоции, то ли по природе довольно равнодушный человек. Может быть, поэтому он так долго не женился. Еще в школьные годы приятеля удивляло, что Гордон предпочитал девочкам спорт и даже не ходил с приятелями на танцы. При этом он неизменно пользовался успехом у женщин. В студенческие годы рядом с ним неизменно присутствовала Маргарита, старшая дочь изгнанного из страны короля Румынии Михая, которому Сталин пожаловал когда-то высший полководческий орден Победа. В ее жилах течет кровь самых знаменитых императорских семейств Европы – Габсбургов, Романовых и Гогенцолернов. Всех изумлял Роман Брауна с «Красной принцессой», как именовали Маргариту. Его приятели, рассуждавшие о грядущей революции, раздраженно взирали на роскошные конверты с гербами, которые получала его подружка. Маргарита легко вытеснила из его спальни прежнюю девушку по имени Катя – англичанку из провинции. Дочь румынского короля могла предложить мужчине то, на что не способно большинство англичанок – сострадание и сочувствие. Она поддерживала и ободряла любимого мужчину. А Браун в этом очень нуждался. Она интересовалась его делами, заботилась о его больном глазе, о его обеде, готовила ему бутерброды с тунцом и салатом. А его в гардеробе предпочитала традиционный твит и фланель. Она вместо него мыла посуду на общей кухне после совместных завтраков, объясняя друзьям – он слишком занят, чтобы мыть посуду. Гордон Браун вступил в лейбористскую партию в 1969 году. По моде того времени отрастил длинные волосы, но не курил и не напивался даже на собственных вечеринках. В 19 лет он страшно сожалел, что мимо него прошли революции, которые прокатились по другим странам. Но в отличие от Тони Блейра, он не был радикалом даже в юности. Он отказался присоединиться к компании за ядерное разоружение, хотя ее поддерживали некоторые видные лейбористы. Лидера партии Нила Кинека, который призывал отказаться от ядерного оружия, спросили, а если советские войска вторгнутся в Англию, кто же защитит страну, лишенную ядерного счета? Кинек вяло ответил, что родину отстоят партизанские отряды, которые уйдут в леса. Наивный ответ избирателям не понравился, и лейбористы проиграли выборы. Страсть к политике, в конце концов, разрушила его отношения с Маргаритой. Он не мог найти времени сходить с ней в кино или на вечеринку. Ссылался на то, что занят политическими делами, а сам торчал с друзьями в пивной. Лишенный возможности заниматься спортом, он превратился в страстного болельщика. В этом обществе Маргарита чувствовала себя лишней. После пяти лет совместной жизни она хотела понять, есть ли у их отношений будущее. Однажды, надеясь обо всем поговорить откровенно, она увезла его за город и отключила телефон. Он взорвался. Женщины могли занимать в его жизни только второстепенное место. Тем более, что он раздумывал, не выдвинут ли ему свою кандидатуру на выборах в парламент. А шотландскому лейбористу не следует быть рядом с особой королевской кровью. Как это он предстанет перед избирателями рукообороку с принцессой? В конце концов, Маргарита решила порвать с ним. Через несколько лет она рассказала журналистам, я никогда не переставала его любить. У нас были такие романтические отношения. Но в один прекрасный момент я поняла, что так больше невозможно. Все дело в этой проклятой политике. Он был занят одной только политикой. А я нуждаюсь в мужской заботе. Через несколько недель она познакомилась с Джимом Кедди. Красивым мужчиной, пожарным по профессии. И у них завязался роман, который продолжался шесть лет. Поначалу Гордон Браун часто звонил Маргарите, просил о встрече. Он хотел возобновить отношения. Но она уже приняла решение расстаться с ним. Выпиваясь с приятелем, Браун признался. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Мне надо было на ней жениться. Браун не рискнул тогда баллотироваться в депутаты. Признался потом, что ему не хватило решимости и мужества. А он мог выиграть. Он во всем винил себя. Свою сверхосторожность и нерешительность. Из-за которых потерял и место в парламенте, и любимую женщину. Но он быстро утешился. Маргариту сменила Шейна Макдональд. Тоже выпускница Эденбургского университета. Внешне она походила на Маргариту, но по характеру была совсем другой. Журналистка с большими амбициями. Она держалась самостоятельно и не собиралась выходить замуж за Брауна. Гордон Браун знал, что нравится женщина. Но не собирался связывать свою судьбу ни с одной из них. В свободное время мог полночи смотреть футбол по телевидению или слушать любимые мелодии. Он обожает Фрэнка Синатру. Он предпочитал проводить время в кругу старых друзей, где никто не говорил о политике. Он заказывал еду в ресторанчике, утром сам гладил себе белые рубашки, не считал это зазорным. Он не знал, что такое заботиться о женщине, и сам не нуждался в том, чтобы рядом с ним постоянно находилась женщина. И уж тем более для него невозможно было раскрыть перед ней свой внутренний мир, показать свою слабость. Никто не должен был знать его уязвимые места. Роман Шиин и Макдональд оказался недолгим. В 1981 году они разбежались. В Глазго он познакомился с Мэриан Келдуэлл, симпатичной юристкой. Мэриан тоже подпала под обаяние его магнетизма и была готова к услугам, когда он того желал. Он появлялся у Мэриан, когда ему заблагорассудятся. Параллельно у него были и другие женщины. В личной жизни он требователен, даже ревнив, хотя никогда не брал на себя никаких обязательств. Он взрывается, если что-то идет не так, как бы ему хотелось. Он бывал груб с женщинами, но не считал нужным извиняться. Он страшно возмутился, узнав, что его прежняя пассия с кем-то встречается, хотя себя не ограничивал. Он требовал от женщин полной лояльности, себе же предоставлял полную свободу. Интрижки без обязательств его более чем устраивали. Выборы 1979 года выиграли консерваторы под руководством Маргарет Тэтчер. Настроение англичан было такое, словно они вообще решили забыть о лейбористах. Браун выставил свою кандидатуру и тоже потерпел поражение. Но он верил, что рост безработицы и сокращение социальных ассигнований рано или поздно привлекут избирателей на сторону лейбористов. В июне 1983 года его мечта сбылась, он стал депутатом. Вот тогда он сформулировал для себя одну истину. Я понял, что политика это не битва идей, а интриги. В Вестминстере ему выделили маленький кабинет на двоих с другим депутатом-новичком Тони Блэром. Они много времени проводили вместе. Коллеги даже называли их близнецами. Отец Гордона Брауна 40 лет прослужил священником Пресвитерианской церкви. Обиженные и неудачливые часто приходили к нему не только за словом Божьим, но и за более практической помощью. От него ждали, что он накормит голодных и отделит деньгами нуждающихся. Отец меня многому научил, вспоминал Гордон Браун. Во-первых, он произносил проповеди, не заглядывая в бумажку. Во-вторых, благодаря ему я понял, что все люди равны. И этого я никогда не забуду. В те годы, по взглядам, Гордон Браун был неомарксистом, сторонником национализации промышленности и плановой экономики. Но он видел, что традиционные идеи либористов устарели. Браун отказался от принципа «равенство для всех» в пользу более современного лозунга «равенство возможностей для всех». Он не мог не оценить некоторые идеи Маргарет Тэтчер. Она сократила налоги, и это привело к тому, что казна сильно пополнилась. Богатым не надо было больше ловчить, и они стали платить налоги. Ему нравился Билл Клинтон, с которым он встретился в Европе. Его идея – очистить хорошо работающую рыночную экономику от дурных качеств капитализма. Браун видел, что Клинтон соблазнил американский средний класс и хотел повторить его успех. Осенью 1988 года, во время ежегодного съезда партии, глава либористов Джон Смит плохо себя почувствовал. Он слишком много пил, ел и курил. Его отвезли в больницу на обследование. Когда он уже после обследования стал одеваться, у него развился инфаркт. Браун чувствовал, что наступает его время. Он занимал видное положение в партии, вошел в теневой кабинет и обнаружил единомышленников, среди тех, кто тоже говорил о необходимости модернизировать политическую платформу либористов. Они считали его самым перспективным политиком в партии и говорили, со временем Гордон возглавит партию. Работоспособность Брауна вызывала уважение. Семьи у него не было, и он думал только о политике. Но в партии его не воспринимали как лидера. К нему относились как к механику на корабле, которая весь рейс не вылезает из машинного отделения, где следит за машиной, подкручивает ее и смазывает. Очень полезный человек, но его место не на капитанском мостике, а в трюме. В этом мире, говорил Наполеон, есть только одна альтернатива – командовать или подчиняться. Браун всегда хотел командовать, но в отличие от Наполеона ему не хватало ауры непобедимости. Он не воспринимался как вождь, под знамена которого все спешат построиться. Брауна уже перевалило за 40, а он все еще не был женат. Руководители партии давали ему один и тот же совет – вам нужно научиться влюбляться и поскорее жениться. Гордон казался железным человеком, который прекрасно собой управляет. А он, сидя в своем кабинете, нервничал, грыз ногти и ругал себя за неумение или неспособность проявить человеческую теплоту. Ему катастрофически не хватало обаяния, когда он появлялся на телеэкране. Он пытался сделать себя более понятным и приятным, но в отсутствие семьи это не получалось. Он не допускал чужих людей в свою жизнь, и избиратели не могли понять, кто он такой. Его шотландские ценности – цельность, прямота, верность своему клану – были понятны сельским жителям, но не лондонцам. Для него Лондон так и остался местом работы, а не городом, который бы ему нравился. Он предпочитал проводить время в Эдинбурге. Его отчужденность от столицы ощущалась лондонцами и, главное, лондонскими журналистами. Лидер партии Джон Смит с упреком сказал ему – «Ты не командный игрок, ты сам хочешь быть лидером». Но Браун все-таки не решился выступить против Смита на выборах лидера партии. Ему опять не хватило решимости и авантюризма. Он был слишком аппаратчик, как писала английская пресса, используя слово из советского политического обихода. Его нерешительность открыла дорогу наверх Тони Блэру. Они с Тони Блэром одновременно стали депутатами парламента, даже делили один кабинет, маленький, без окон. В их отношениях Гордон Браун был ведущим. По праву более опытного и подкованного политика он взял на себя роль наставника Тони. Гордон частенько говорил, что видит Тони в роли лидера партии, но неизменно добавлял – «после меня». Почему же в решающий момент он избежал схватки, капитулировал, сам себя лишил должности, которой так долго стремился? Политический инстинкт Тони Блэра оказался надежнее методичной работы Брауна на партию. Темпераментный Блэр в глазах англичан затмил более глубокого и основательного Брауна. Тони говорил людям то, что они хотели услышать. Его облик, его речь, его темперамент казались такими свежими, обнадеживающими и симпатичными. Заговорили о том, что с Тони Блэером Англию ждет обновление, что его избрание сулит перемены к лучшему, а Гордон Браун на это не способен. В 9.30 утра 12 мая 1994 года Брауну сообщили, что лидер партии Джон Смит скончался 15 минут назад от сердечного приступа. Браун искренне переживал, а его собственные помощники уже готовились к предстоящим выборам нового лидера партии. После похорон Тони Блэр предложил Гордону Брауну встретиться в доме школьного друга Тони. Они заказали еду из индийского ресторана и бутылку вина. Решалась судьба их обоих. И судьба Англии. Один из помощников предупредил Брауна. Не доверяй Тони Блэру. Даже если вы заключите сделку, он быстро забудет о вашей договоренности. Мало кто знал Гордона Брауна так хорошо, как Тони Блэр. 11 лет они трудились рука об руку. Тони понимал, что Гордон способен пойти на пролом. Но он не убийца. Он не из тех, кто жаждет чужой крови, поэтому с ним можно договориться. Тони хотел избежать соперничества с Брауном на выборах лидера партии. Для этого нужно было убедить Гордона вообще не участвовать в выборах. Тони сказал Гордону, что тот упустил шанс выставить свою кандидатуру в 1992 году. А теперь его очередь попробовать свои силы. В тот день они ни о чем не договорились. Браун вызвал такси, и тут выяснилось, что он по обыкновению забыл дома бумажник. Ему пришлось занять 30 фунтов, чтобы расплатиться с водителем. Браун вообще очень неорганизованный человек. Его помощники постоянно приносят извинения за то, что он опаздывает или вынужден отложить встречу. Он приглашает людей в ресторан, но забывает заказать столик. Служащий в гостинице был поражен. Из раскрытой двери номера Брауна летели брюки и рубашки. Браун вытрясал содержимое из чемодана. Куда опять запропастился мой бумажник? Мне нужны деньги, чтобы ехать в аэропорт. Эта бытовая неорганизованность сослужила ему дурную службу. Люди думали, как же он справится с партией, если не в состоянии разобраться с личными делами. А Тони Блэйр проявил невиданную активность в борьбе за голоса и способность убеждать партийцев в своей правоте. Браун напрасно надеялся, что его заслуги перед партией будут вознаграждены. Ему не хватало магии, который так щедро наделен Тони. Накануне выборов они вновь встретились с Блэром. На сей раз в ресторане. Гордон приехал на такси и, как обычно, опоздал. Блэр сделал ему предложение. Если ты не станешь выдвигать свою кандидатуру, то в моем правительстве за тобой резервируется пост канцлера казначейства. Будешь отвечать за весь социально-экономический блок. Причем получишь практически полную самостоятельность в определении этой политики. Для Тони Блэра это была небольшая жертва. Он мало интересовался экономическими делами. Чтобы подсластить пилюлю, Блэр добавил, что через 10 лет Браун сменит его на посту лидера партии. Гордон Браун принял его условия и сделал публичное заявление. Я поддерживаю выдвижение кандидатуры Тони Блэра. Я вижу его не только в роли лидера партии, но и на посту премьер-министра. Я уверен, что Тони приведет нас к победе на выборах. Когда вечером по телевидению сказали, что Браун уступил Блэру, потому что проиграл бы в любом случае, он потерял контроль над собой. Он завопил от гнева и убежал в свой кабинет. Захлопнув за собой дверь, он крушил мебель. Говорят, что Браун едва ли привел бы партию к победе, даже если бы стал лидером лейбористов. Тони Блэр хотел завоевать на свою сторону богатых и просто перестал упоминать социализм. А Браун куда более левый, по взглядам, чем Тони Блэр. Вряд ли бы за него проголосовали те, кто уже увидел, что Тони не представляет никакой социальной опасности. Тем не менее, неизвестно, как повернулось бы дело, если бы Гордон вел себя более активно, агитировал за себя и сражался за пост лидера партии. Но мысль о возможном поражении была для него невыносимой. Тем более, что газеты опять стали намекать, что он на самом деле гомосексуалист. Хотя журналисты не нашли никаких тому доказательств. Слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации возникали всякий раз, когда решалась политическая судьба Гордона Брауна. Поводом служило то, что его повсюду сопровождали только неженатые помощники. Они вместе отдыхали и развлекались. И ни одна женщина, помимо румынской принцессы Маргариты, пока еще не призналась в интимных отношениях с ним. Одинокий, неженатый, бездетный политик с такой репутацией не мог выстоять против широкой улыбки Тони Блэра, который на всех фотографиях красовался в окружении троих детей и милой жены. Женщины-лейбористки воспринимали Брауна как романтика и секс-символ. Но в руководстве партии все исходили из того, что ему все-таки нужно жениться. Журналисты спрашивали его, вам что, трудно влюбиться? Нет, я так не думаю. У меня сейчас роман, но полагаю, что мне не стоит об этом говорить. Не то, чтобы я хотел держать все в секрете. Может быть, моя личная жизнь вскоре радикально переменится. Но интервью на эту тему точно не помогут. Его жизнь изменилась после знакомства с Сарой Макколи. Детство она провела вместе с родителями в Восточной Африке. Она давно симпатизировала Брауну, собирала газетные статьи, посвященные ему. Стеснительная, не склонная раскрываться, интровертная по характеру, она в этом сильно походила на Брауна. Она вообще оказалась именно той женщиной, с которой он не без колебаний и далеко не сразу решил связать свою судьбу. Она три года методично осаждала эту крепость, организовывала его быт, наводила порядок в доме, следила за его одеждой, брала с собой полотенца, когда они шли на пляж, помогала справляться с грубо сделанными глазными линзами. Она вкладывала в него все силы. Он благосклонно принимал ее услуги, но мало что мог предложить в ответ. Когда Сара катала его на машине и начинала жаловаться, он надевал наушники и слушал музыку. Целыми днями Сара сидела дома и ждала, позвонит, не позвонит. Иногда она так и засыпала у телефона. Он знал, что она ему преданна и любит его, но не хотел связывать себя женитьбу. Она же считала себя его женой де-факто и была крайне оскорблена обсуждением в прессе вопроса, жениться ему или не жениться, и если жениться, то на ком. Да еще в газеты попали пьяные слова его помощника, который в баре укорял журналистов. Что за чушь вы пишете? Да если хотите знать, Гордон переспал с сотней баб. Когда либористы победили на выборах и Тони Блэр сформировал правительство, Гордон Браун получил важнейший пост канцлера казначейства, то есть министра финансов. Его предшественники главным образом составляли бюджет, то есть распределяли деньги между другими министерствами и ведомствами. Гордон решил, что будет определять всю макроэкономику страны. Тони Блэр с помощью сплоченной команды добился полного контроля над либористской партией. Противники Блэра сравнивали его поведение с тем, как в Петрограде большевики взяли в 17-м году зимний и захватили власть в стране. Тони Блэр был фантастически популярен, и никто не решался вставать к нему в оппозицию. Кроме Гордона Брауна, который вел себя как будущий премьер. Тони и Гордон поделили сферы влияния. Они встречались по пять раз в день и созванивались по телефону, обговаривая все важные вопросы с глазу на глаз. Остальные министры оставались в неведении относительно их договоренностей. Во время заседания кабинета, пока выступали другие министры, Браун демонстративно углублялся в бумаги. Браун считал финансы своей территорией и к этой сфере никого не подпускал. Коллеги возмущались Брауном, который в одиночку решал, кому давать деньги, а кому не давать. Один из министров взорвался. Почему вы обращаетесь с нами, как с преступниками? Большинство министров не рисковало конфликтовать с Брауном или даже сомневаться в его суждениях. Но не генерал Чарльз Гутри, председатель комитета начальников штабов. Генералу не нравилось стремление Брауна сократить военный бюджет. Вы, похоже, считаете, что я не разбираюсь в военных делах? А генерал? С угрозой в голосе произнес Браун после ожесточенной перепалки. Именно так, сэр. Вы в них совершенно не разбираетесь, ответил генерал. Плохие отношения с министром иностранных дел Робином Куком переросли во вражду. Когда-то Браун помог будущему министру завоевать место в парламенте. А потом обиделся на то, что Робин Кук, став депутатом, в свою очередь не желал ему помогать. Не без оснований он полагал, что Кук вовсе не горел желанием способствовать карьере вероятного соперника. По словам одного политика, Кук считал, что он умнее самого Господа Бога. И Браун о себе такого же мнения. Так что было очевидно, что рано или поздно они столкнутся. И кому-то придется уступить. Теперь Браун легко расправился с министром иностранных дел. Распорядился сократить дипломатический корпус, урезал ассигнования на протокольные мероприятия и велел продать часть собственности за границей. Когда Робин Кук еще и разошелся с женой в результате скандала, Браун понял, что с соперником покончено. Тони Блэр неизменно спрашивал своих помощников. Вы это обговорили с Брауном? Но иногда и они сталкивались. Собираясь в Соединенные Штаты, Блэр сказал, что с ним поедет министр внутренних дел Джек Строу. Браун ворвался в его кабинет. «Ты меня должен взять с собой, а не Джека». «Я беру Джека», – холодно ответил Блэр. «Нет, ехать должен я», – хлопнул дверью Браун. Блэр не изменил своего решения. Гордон Браун хотел определять всю внутреннюю политику страны. Блэр он воспринимал как митингового оратора, который умеет только выступать. Иногда Браун и Блэр вели себя так, словно другой вовсе не существует. Они даже старались не смотреть друг на друга. Аппарат Брауна делил всех на друзей и врагов. Блэр был включен в число последних. Окружение Брауна вовсю интриговало против премьер-министра. Журналистам нашептывали – Блэр – легковес. Блэр не разбирается в экономике. Гордон делает за него всю работу. Все в руках Гордона, потому что Блэр бесполезен. Но шансы Брауна на премьерское кресло упали до нуля после терактов 11 сентября 2001-го, когда Тони Блэр вместе с Джорджем Бушем объявили войну террору. Звезда Блэра засияла еще ярче. Его популярность росла как на дрожжах. Он стал героем-чудотворцем. А Браун как-то потух и отошел на задний план. Его помощники предпринимали героические усилия, чтобы исправить дело. Сара Макколи твердила, что ему нужно сделать над собой усилие и избавиться от образа замкнутого работяги, патологически мрачного и грызущего ногти. Его взрывчатый характер – однажды в гневе он сбил со стола компьютер – тоже его не красил. Помощники учили его улыбаться во время телевизионных интервью, больше рассказывать об увиденных им фильмах, о футболе и прочитанных книгах. В 49 лет он наконец понял, что женить бы ему не избежать. 2 августа 2000-го в среду два десятка близких друзей и родственников собрались на ужин в гостинице в Эдинбурге. Браун оповестил всех, что они с Сарой Макколей намерены пожениться. При этом его отношение к Саре не изменилось. Работа по-прежнему была важнее всего. Случалось, он не звонил ей по нескольку дней. Ее покрасневшие глаза свидетельствовали о том, что они частенько спорили очень жестко. Свадьба была превращена в пиар-акцию. Журналистов собралось море. Гордон так неумело целовал невесту, что некоторые гости спрашивали себя, как часто они этим занимаются. 28 декабря 2001 года Сара родила девочку, которую решили назвать Дженнифер. Роды были преждевременными. Девочка появилась на 7 недель раньше срока. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, чтобы спасти мать. «Это самый красивый ребенок на земле», – говорил счастливый Гордон Браун. «Я, наверное, ждал дольше других, чтобы стать отцом. И должен вам сказать, это чудесное ощущение. Сегодня политика кажется мне значительно менее важной. Он действительно казался совершенно другим человеком. Еще никогда он так много не улыбался». Но на третий день его счастье закончилось. Ультразвуковое сканирование показало, что у новорожденной кровоизлияние в мозг. Девочку перевели в Эдинбургскую королевскую лечебницу, но шансов у нее не было. Понимая, что смерть неминуема, ночью в воскресенье ее крестили. Девочка умерла на руках у родителей в 20 минут с 6 утра в понедельник 7 января 2002 года. Газеты опубликовали потом снимки несчастных родителей, покидающих больницу. Журналистов критиковали за такую беспардонность. Гордон Браун не вымолвил ни слова упрека. Он пережил страшную трагедию, и все остальное не имело значения. «Мы уже никогда не будем такими, какими были прежде», признался он. «Эта трагедия заставила нас задуматься о том, что действительно важно в этой жизни». Сара Браун сказала друзьям, лучше побыть матерью всего 10 дней, чем вообще никогда не испытывать материнских чувств. Многие тогда гадали, сумеет ли Гордон Браун оправиться от этой травмы. Через три недели он появился в министерстве и приступил к работе. В обеденное время он уезжал домой, чтобы побыть с Сарой и ответить на тысячи писем с соболезнованиями, которые он получил. Его личное мужество вызывает восхищение. Он также достойно перенес это тяжкое испытание, как когда-то с честью выдержал те полгода, когда на больничной койке в темноте ждал, вернется ли к нему зрение. После смерти девочки состояние его правого глаза ухудшилось. Отныне он живет под страхом полной слепоты. При этом он никогда не старался завоевать симпатии избирателей, рассказывая о себе, о своей жизни, о своих трагедиях. Впоследствии Сара родила ему еще двоих сыновей. Десять лет Гордон Браун оставался канцлером казначейства. На этом посту трудно завоевать симпатии, но его успехи были очевидны. Когда Тони Блеер понял, что настало время уходить, он хотел передать свое кресло кому-то другому. Отношения Блеера и Брауна испортились до нельзя. Уверяет, что Шерри Блеер не хотела, чтобы муж уходил именно потому, что не желала видеть на его месте Гордона Брауна. Она его терпеть не может, возможно, ощущая его малоуважительное отношение к женщинам. Она вроде бы даже сказала одному из помощников Гордона Брауна, глядя ему прямо в глаза, «Зарубите себе на носу, мы остаемся, и останемся надолго». Неудачи Тони она воспринимала как собственные. Тони долгое время был любимцем партии и народа. Когда любовь стала его видать, он не мог с этим смириться и был готов уйти. А Шерри не хотела, чтобы кто-то взял над ними верх. Тони Блеер седа отрицал, что у них с Брауном была джентльменская договоренность относительно передачи власти. Зато Гордон позаботился о том, чтобы эта договоренность стала известна публике. Впрочем, никто не верил, что это когда-нибудь произойдет. Но позиции Тони ослабли. Рано или поздно люди устают даже от успешных премьеров. В 2006 году Блэр наконец объявил, что на следующий год уйдет. Он исполнил свое обещание. 27 июня 2007 года Тони Блэр в последний раз прибыл в Букингемский дворец в бронированном лимузине Ягуар, предоставленном в распоряжение премьер-министра, чтобы подать королеве прошение об отставке. А уехал он из дворца рядовым гражданином на обычной машине. Лимузин ждал Гордона Брауна. Началась новая эпоха. На посту премьер-министра он столкнулся с проблемами, которыми прежде не занимался. Это внешняя политика и борьба с террором. Только он возглавил правительство, как в Англии едва не произошла серия террористических акций. Если бы не умелая работа полиции, погибли бы сотни людей. Британские детективы действовали жестко и точно. Выяснилось, что теракты готовили люди, которые казалось интегрированы в британское общество. Это лишний раз свидетельствует о том, что многие мусульмане, перебравшись в Европу, ощущают свою особость и не желают смешиваться с местным населением. Задача Гордона Брауна вести борьбу с терроризмом, не подрывая основы британского общества. Свобода и права человека стоят для англичан на первом месте. И они не готовы ими поступиться, даже во имя борьбы с террористами. История с захватом иранцами пятнадцати британских моряков у иракских берегов, они проверяли суда, идущие в Ирак, чтобы не доставлялось оружие, выявила неожиданную слабость духа военных моряков. Конечно, они оказались в трудных условиях, но если они не готовы к такому риску, то им не следовало служить вооруженных силах. Слабость духа это очень неожиданно для былой владычицы морей, для страны, где веками воспитывались такие качества, как честь, долг и сдержанность. Не есть ли это результат деятельности двух самых известных англичанок, Маргарет Тэтчер и леди Дианы? Тэтчер представляла партию консерваторов, но она оказалась самым радикальным лидером страны за всю ее историю. Она не хотела подчиняться правилам игры, которые обрекли после 1945 года Англию на угасание и упадок. Тэтчер впервые сделала ключом к успеху не такие абстрактные понятия, как честь и долг, а рыночные ценности. Если ты не способен много заработать, если не можешь превратить в деньги свои таланты и удачу, то ты ни на что не годен. Возможно, при этом она не думала о том, что сокрушая отдельные институты общества, например, профсоюзы, подрываешь всю систему. Вклад леди Дианы еще больше подорвал традиционные ценности старой Англии. Она с ног на голову перевернула традиционную систему ценностей. Она не скрывала от общества свои слезы, свою слабость, она не стала хранить в тайне свой внутренний мир. Она показала, можно плакать. Незачем страдать в одиночестве и молча все переносить, подавляя свои эмоции. В результате даже военные утратили способность стойко и достойно переносить свои страдания. Разумеется, старые институты общества нуждались в модернизации. Англичанам нужно было раскрепоститься и освоить ценности рыночного общества, чтобы все молодые люди, а не только представители высшего общества, получили свой шанс добиться успеха. Так ли хороши были джентльмены старой школы? Это высокомерие, презрительный взгляд, разговор через губу. Но сегодня в Англии Гордона Брауна, пожалуй, с ностальгией вспоминает славное прошлое, когда взятые в плен солдаты или моряки называли врагу только свое имя, звание и номер части. Стойко переносили любые невзгоды и при возвращении на родину произносили только одну фразу «Рад быть дома, сэр». Англия оглядывается назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова